так ребят хорошего вам настроения всем привет мы сейчас с вами на одном из лучших пляжей чистом пляж который мы иногда летом посещаем ездим и мы неспроста сегодня вместе с алексеем сюда заехали почему потому что я хочу вам кое-что показать это пляж называется красный штурм посмотрите здесь новый бетон бетонную дорогу сделали подпорные стены и так далее он находится на трассе проезжая хосту в сторону получается центра вот как бы определенного километража нету чтобы его заценить но вы знаете чем он хорош он хорош тем что здесь не впадает какая-то там крупная река что немножко сбаламучивает воду и этот пляж даже при хорошей при какой-то дождевой погоде он все-таки такой знаете почище чем у других и еще огромный плюс то что сюда можно приехать и например устроить пикник пожарить шашлык в том числе вы меня спрашиваете или сей а где же там есть такое место куда мы могли бы сами самостоятельно приехать там рыбку например пожарить шашлычок или еще что-то да при этом здесь есть часть оборудованного пляжа я вам сейчас его покажу и вы знаете самое что интересное здесь есть вот такие вот волнорезы до которые как бы людям не очень нравится но зато я вам скажу с волнорезов можно пройтись и посмотреть какое чистое море вы сейчас просто издалека не видите но здесь капитально чистое море мы сейчас вот поэтому волнореза пройдемся и я вам покажу часть оборудованного пляжа находится вон там здесь спокойно он люди приходят на фотосессию например да жарят здесь шашлык ставят мангал и так далее да здесь проходит железная дорога конечно возможно в какой-то в какой-то степени шумновато но сюда приезжают местные ну реально местные потому что люди те которые привыкли к отдыху сочи они хотят какого-то знаете уюта какого-то кайфа и так далее то есть сервиса того же здесь это как бы отчасти есть но около железной дороги не всем нравится зато еще раз повторюсь здесь можно пожарить шашлычок и это очень круто вот он красный пляж ой красный штурм пляж работает он с 8 до 19 туда заезд есть но там есть еще беседки мы там как-то вам показывали мы там отмечали день рождения нашего прораба и они снимали там большую беседку мангальная зона и все такое а теперь давайте пройдемся я вам покажу какое сегодня море просто спокойно и чистые мы по пути в сторону лазаревского решили с алексеем заехать сюда и я вам скажу неспроста мы неспроста сюда заехали чтобы показать вам чистое чистое море лёх у тебя есть такое как бы как сказать ощущение дежавю нет ты помню что мы начинали именно отсюда видео о том что мы начинаем открывать нашу компанию мастер-хаус поэтому это можно назвать традиции в хорошую погоду будем сюда приезжать вообще нам некогда даже посетить море представляете потому что постоянно работаешь 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 я ему говорю давай сейчас от плюнем все остановимся подъедем и покажем какая классная погода и сами немножко прогуляемся пешочком потому что все какие-то шпаколевки да какие-то материалы машина дороги еще что-то и мы совсем забываем о том что мы живем в таком прекрасном красивом месте в общем отсюда многие прыгают гуляют он посмотреть какая чистота да ну просто прозрачное море капец просто в общем я вам показал место вон там вот беседочки сейчас вам приближу туда мы не пойдем у нас время сожалению ограничено там тоже есть пляжик в общем место такое где вы можете классно отдохнуть и пожарить мясо вот ну а нам сейчас уже пора выдвигаться дальше давайте посмотрим наши прорабы поснимали видео с разных объектов какие у них там результаты успехи и так далее мы просто не можем физически находиться в разных местах поэтому ребята нам помогают освещать какие-то комплексы в которых происходят какие-то действия до по ремонту и отсчитывается перед нашими клиентами если вам нужно сделать ремонту к нам конечно же обращайтесь итак давайте посмотрим какие результаты на каких объектах нам приготовили ребята мы продолжаем ремонт в жилом комплексе сантропе вот так выглядит дом квартира на 9 этаже на этом неделе мы должны закончить практически всю квартиру заходим в квартиру здесь у нас сегодня будет закончена электрика все вчера поставили щиток сегодня все туда подведем в распаячных коробках вот как раз подготавливаются провода чтобы все собрать скрутить все подразительники уже все на месте выводы все на месте так же уже делается сантехника делаются выводы вот так будет стоять сухой сифон для конденсата с кондиционером 13 этаж квартира 291 здесь у нас вчера был последний этап работ мы залили стяжку пола здесь щитовая у нас коллектор выводы под радиаторы сделали но радиаторы сами не установили потому что ждем краны радиаторы не простые дизайнерские вот поэтому краны к ним нужны черные вот ждем как краны придут будем устанавливать радиаторы а так в принципе здесь все готово 9 этаж квартира 242 идентично такая же как мы были в том корпусе также здесь стяжку залили электрощиток шкаф коллекторный здесь тоже самое радиаторы выводы выведены радиаторы пока еще не установили здесь два санузла в этих квартира продолжаем ремонт квартиры доме green town 2 по улице дачная начнется уже благоустройство там построили консьержный вход одну группу 2 подвеска вперед здесь тоже делают мы зайдем посмотрим квартиру что у нас делали заходим в квартиру здесь у нас уже проведена электрощиток вот таким вот образом уже производится разводка водоснабжение здесь трасса кондиционера а если котел вот такой узел здесь коллектор на теплый пол и коллектор на уровень так ребят мы приехали уже в офис и давайте я вам расскажу о цене за ремонт вот например черновой ремонт у нас стандартно 14000 за квадратный метр по полу это если мы делаем без теплого пола и если нам разрешают механизированную стяжку пола делать если нам не разрешают то это цена 2000 потому что это ручной труд 2000 за квадратный метр и многие используют при газовом котле водяного контур отопления это еще 2000 рублей но есть люди которые прям спрашивают или себя сколько же чистовой ремонт стоит это интересно я вам сразу скажу что это зависит от выбранных вами материалов я вам сейчас покажу насколько сложно вам сразу ответить на поставленный вам запрос сколько будет стоить сразу вам ремонт ну первое если у вас есть полный дизайн проект конечно же мы сразу с выбранными материалами сможем а вот это вот примеру планировочное решение и давайте я вам покажу как она выглядит например допустим вот эта квартира площадью 38 квадратных метров выход на балкон вы видите это получается 22 окна то есть две световые точки то есть окно и выход на балкон тоже окно ну здесь от коммуникации предположительно что здесь будет у нас выделен санузел и как обычно мы делаем из нее однушку то есть выделяя там кухню ой кухню да и спальную комнату это будет просто гардероб вроде как стандартный выбор но тем не менее некоторые делают по-другому например вот так да то есть выделяет вот такую спальную зону кто-то будет делать вот так вот отдельно еще дополнительно какую-то перегородку потом будет боковая вот такая вот дверь и конечно же когда мы в чистовом ремонте будем считать весь объем работы мы будем смотреть по стенам сколько нужно подготовить стен под например обои опять же обои или под покраску то есть это две разные вещи соответственно будет разница по цене даже плентуса которые нужно будет сделать их нужно посчитать по метражу где они будут установлены да и какие если это пластиковые то обычные крепежи это простая работа да если это мдф мдф какие-то плентуса которые еще и нужно красить например это уже другая работа то же самое о напольном покрытии смотрите если мы предполагаем что вот он грубо говоря там вход да то есть здесь вот есть со шкафами прихожая либо это гардеробная то есть ну примеру можно зонировать то есть здесь положить просто плитку либо керамогранит можно вот здесь допустим отдельно сделать керамогранит вот эту зону а это сделать под ламинат потому что это как бы гостиная это вообще под спальню и и здесь вот прямо стоит кровать в притирку грубо говоря ходить вы там все равно на нем не будете поэтому дешевле всего конечно ламинат поэтому все по квадратурным будет считаться отдельно так же как я уже сказал по стенам например и это разные виды работ в том числе и к примеру там кварцвинил положить место допустим плитки стены полы также потолки вы когда выбираете для себя проект тоже смотрите какой у вас будет потолок какое будет у вас освещение потому что в данном случае например освещение сделано люстрами кто-то будет какими-то светильниками это все конечно же удорожает как проект по монтажу потолка потолок может как натяжной быть так и двухуровневый гипсокартоновый примеру под который под покраску нужно разница она очень прилично даже не в два раза поэтому самое простое это натяжной потолок и конечно определенные какие-то уровни подсветки кто-то здесь подсветку делать кто-то делает еще парящий потолок это тоже сложная система для того чтобы сделать правильно и качественно то есть здесь есть и к потолку вопросы поэтому как мы вам можем сразу ответить на вопрос будучи если вы называете просто обычную квадратуру опять же если я вам скажу что вы разойдетесь с розетками выключателями и так далее а вот здесь вот почему бы мне лишнюю не поставить а вот здесь пусть еще какая-то розеточка будет не забывайте о том что каждая точка она потом будет считаться как монтаж монтаж световой точки монтаж розетки и стоимость то есть у нас примеру то есть какой-то выключатель стоит среднем там от 300 там 500 а то и бывает и 800 рублей поэтому вы можете попасть и по финансам поэтому когда у вас есть допустим готов дизайн проект мы сможем просчитать мы не просто так разделили ремонт на две части сначала черновой потом чистовой чтобы дать вам время подумать сделать правильное решение и оценить свои финансовые возможности по-моему мне так кажется это удобно для наших клиентов делаем паузу для того чтобы люди не только определились окончательно решили какие именно отделочный материал будет но и на их поиск потому что в сочи у нас город тупиковый и не все есть материалы которые бы вам хотелось например приобрести в москве надеюсь полезная информация найдет своего зрителя поддержите наш канал подпишитесь на канал мастер-хаус сочи и есть у нас новый канал мастер-хаус мы тище ремонт мы его развиваем с нуля очень нужна и важна вашего ваша поддержка каждого зрителя поэтому огромное вам спасибо если вы подписались и посмотрели какое-нибудь одно из видео хотя бы всем удачи хорошего правильного вам ремонта в правильных вам решений хорошего настроения пока